Я думаю вы уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет и на моём канале в том числе. Там вы можете купить себе крутую кружку, чтобы пить чаёк, фигурки по доте около Моника поставить и много других штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки. Доставка бесплатная, ссылка в описании. А по промокоду TOPDOTA вам ещё и скидка 7%. Всем привет, это канал ТОП ДОТА и сегодня я вам расскажу немножко полезной инфы, а точнее инфы о разных полезных консольных командах дотки, которые могут упростить вам игру и сделать её чуточку приятнее. С каждым патчем Valve старается убрать консольные команды нахер, потому что это не самая понятная фича для игроков. Нужно чё-то там прописывать, чё-то запоминать, вручную настраивать. В общем, на самом деле это и вправду прошлый век. Это что-то типа командной строке в Windows. Вы вообще знаете, что такое есть? Раньше тоже все ей пользовались, но сейчас через неё делаются только какие-то очень редкие, но тем не менее полезные вещи. Так и в доте. Через консольку можно настроить абсолютно всё, но большинство этого всего можно сделать и в настройках. Поэтому консолька нужна только для каких-то исключительных случаев. И первый такой – это отключение войсчата всем игрокам одной кнопкой. Бывает, что к вам в тиму попадаются какие-то долбанные арабы в пати или любители послушать русский рэп на максимальной громкости со включённым микрофоном или ещё какие-нибудь ублюдки. И чтобы в пылу замеса не тратить драгоценные секунды на проклацвание каждого отдельного челика через таблицу счёта, можно просто вписать вот такую вот команду и вы заблочите войсчем сразу всем союзникам. Очень удобно. Следующая команда поможет чувакам, у которых постоянно слетают настройки микрофона в дотке. Это частая проблема для пользователей юсбшных микрофонов типа от того же Blue Yeti, думаю среди вас таких немало. В общем, чтобы каждый раз не настраивать микрофон через бесконечные менюшки настроек, вы можете воспользоваться удобной командой, которую вы видите на экране. Со значением можете немножко поиграться, настроить всё индивидуально и под себя. И если вдруг всё опять слетит, то просто впишите это в консольку за 10 секунд и наслаждайтесь нормально настроенным микрофоном, и никто не будет вас мутить за излишнюю громкость. Следующая команда не совсем консольная, а скорее просто дотерская. И найти её на самом деле можно в самой игре, но думаю мало кто обращал на неё внимание. В общем, эта команда представляет из себя симуляцию броска монетки. Пригодится она, например, если вы с другом не можете поделить, кто же будет на керри, а кто на саппорте. Или если вы не можете для себя определить, какого из двух героев вы хотите пикнуть. В общем, во всех ситуациях, где нужно выбрать одно из двух. Ну и чтобы это сделать, нужно прописать вот это. Слэш флип. Если же вам нужно выбрать из большего количества вариантов, то и тут есть решение. Например, вы выбираете между антимагом, фантомкой и свеном. И вместо того, чтобы, как все нормальные люди, анализировать пики и выбирать более подходящего героя по уму, вы чудесным образом можете прописать команду roll. Просто пишем слэш roll и указываем в скобках количество вариантов. И дота сама выберет вам рандомный. Только нужно учитывать, что вариант номер 0 тоже есть, так что как-то это обыграйте. По сути, всё это работает как тот же сайт random.org, только в самой дотке. Что на самом деле удобно. Ну и последнее. Отключение чата. Раньше это можно было сделать одной обычной кнопкой, но почему-то Valve подумали, что нам это нахер не надо, и выпилили эту возможность ко всем чертям. А ведь ею пользовались, например, вам говорят «Ты чё даун, нахер ты соло пуджа в харду берёшь, ты же нафидишь». Ну а вы не верите, шлёте его нахер и идёте соло пуджом на харду, против триплы, и отдаёте фб, и ловите флейм в чат, а потом ещё раз умираете и уже взрываетесь нахер. И вот тут вот самое время отключить чат, потому что хоть вы и натупили, но подколы и флейм от тиммейтов вам игру не улучшат. Так что открываем консольку и вписываем вот эту команду. Но есть здесь одно НО, она почему-то работает не у всех и я не знаю, с чем это связано. Если у вас есть какой-то более рабочий способ оффнуть чат, то отпишитесь в комментах, я закреплю, ну а пока что юзайте этот. На этом всё, спасибо за внимание, спасибо за лайки которые вы поставили, ну вы же поставили, если да, то и подпишитесь ещё заодно, почему бы и нет. Завтра увидимся, удачи! 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 Удачи!